Ребят, мы уже сейчас находимся в самом непосредственно салоне, я прошу прощения за свой внешний вид, я сегодня так конкретно проспал, завел будильник на 6, автобус у нас должен был выезжать 7.20, но я, блин, так на секунду думал, закрой глаза, а открыл уже было 7.30, поэтому я еще так в своей жизни никогда быстро не собирался, в итоге не успел не принять душ, нифига не надо толком мыться, вот такая вот херня на голове теперь. Только что посмотрели презентацию Уэя, там представили электрический концепт, модель VV6, но естественно туда набежала толпа китайцев, сейчас к машинам не подойти, поэтому мы решили просто пройтись по салону. Музыка 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 Кстати, сами масштабы салона, ну, просто, конечно, впечатляют, потому что тут большое количество павильонов, он намного больше, чем Женевский салон, чем салон в Париже. Давайте просто, ну, мы сейчас на стенде у Шкоды были, сейчас переходим на стенд Мазды, тут как бы ничего нового, все эти автомобили уже очень хорошо знаете, давно их видели. Они как бы просто по миру путешествуют, и тут в основном все китайские версии. Ну, вот этот концепт, который еще был представлен в прошлом году, или даже позапрошлом, в прошлом роде. В 11.40 будет презентация хавалов, там покажут их тоже пару концептов. Пока поснимаем для вас 7-й, который в ближайшее время приедет в Украину. В сентябре, кстати, его, если все будет хорошо, уже в сентябре будет автомобиль будет в салонах. Кстати, смотрите, тут на стенде Шкоды, какой раридет. Кстати, китайский Камик. Это совершенно иной автомобиль, который отличается кардинально от того, что был представлен в Женеве. К нам такой автомобиль никогда не приедет. Это чисто модель для внутреннего рынка. Октавия Комби, кажется. Вот такая раньше была Октавия. Прикольно выглядит. Такая купешная универсаль. Она, конечно же, закрыта. Трогать ее нельзя. Так что я, блин, отбился в руку от нашей. А это, кстати, вроде китайский электрический Дэд Гипертар. Хотя, конечно, может быть, я и ошибаюсь. Я. Что-то, мне кажется, если кто-то смотрел Гранд Тур нынешний сезон, что-то не подсказывает, что вроде там именно такой автомобиль был. Опять, сейчас зашли на стенд китайского производительного электрока. Вот они, кстати, и болид Формулы Е. Кстати, обратите внимание на это лого их фирменное. Похоже на одноклассники. А, ну, по-английски все. Да. А, ну, по-английски все. Да, это, скорее, ну, 99% что этот автомобиль был в Гранд Туре. Стоит он больше миллиона долларов. И его, как бы, нельзя иметь в своем гараже. Его привозят по аналогии с Ferrari и FXX. Если вы захотите покататься на треке, вам этот автомобиль доставят. У вас будет своя команда. Кстати, батареи там, я так понимаю, надо менять чуть ли не каждые 20 минут. Вот зацените, типа, концепты, какой у него салон. Хотели бы себе такую машину. Раскинулись там, поиграли, попрыгали, поспали. Конечно, такое автомобильное будущее отлично меня очень смущает. Понимаю, что, в принципе, оно неизбежно, но пока такого не хочется видеть на дорогах. Да, кстати, этот бренд, ребят, называется NIO. Они в основном специализируются на электрокарах. Ну, а так, в целом, короче, салон, как салон. Только куча китайских автомобилей, ну, и все даже такие марки, которые вы знаете, европейские, они тут представлены тоже в основном для внутреннего рынка Китая. Куча улюбленных версий, какие-то там специальные комплектации, цвета. Вот, кстати, Kodiaq GT, купе-образный кроссовер. Ну, честно говоря, на картинках он выглядит гораздо хуже. Тут еще такое исполнение, конечно, максимальное. Гелеса красивые, подходящие. Интерьер вообще ничем не отличается. Приборка. Сидушки, кстати, классно выглядят. Ну, внешне. Сейчас добрались до стендов Эксвагена. Представленка Ремонт, он же Atlas, только купе-образный тоже. Ну, вы понимаете, что сейчас без таких моделей уже не производительная ходится. Выглядит, кстати, наверное, 100% исполнение Airline. Хотя, возможно, это будет база для X. Ну, так выглядит, кстати, прикольно. Очень так брутально и агрессивно. Необычно, необычно видеть такую машину в таком исполнении. Профиль, конечно, такой кирпичик. А вот задница. Ну, понятно, места тут дофига. И больше. Интерьер чисто фоксвагеновский. Вы все еще на стендии фоксвагена. Модель T-Cross вы уже знаете. Кстати, рекомендую посмотреть тест от Ярослава. Очень крутой тест. Здесь все подробно рассказано и показано. Такая маленькая машинка, но, блин, классная. Выглядит, я имею в виду, такое очень интересно. И еще цвет такой очень подходящий. А вот модели уже чисто локальные. Тайрон в р-лайне. Ну, у них, конечно, дизайн сейчас все на одно лицо. Не так легко отличать модели. И он, как бы, не могу сказать даже точно между чем и с кем он там играет. Тигуан, Тирок. Ну, он больше, чем Тирокс. А вот насчет Тигуана не знаю. Вот эти сердотрубы. А вот Тару. Вот он больше напоминает Тигуан мордой. Тоже локальный автомобиль. В принципе, ни для кого не скажешь, что Volkswagen самый продаваемый автомобиль в Китае. Я вам уже показывал, еще в Балдыне, когда мы были, что на дорогах абсолютная большинство для китайцев. Несмотря на то, что в самом Балдыне завод Хавелл, и в них обычно, если в какой-то провинции расположено чьи-то предприятия, то там преобладает количество тех автомобилей, которые производятся. Но Volkswagen преобладает абсолютно везде. И мы пока зашли в один павильон, ну, и тут представлена в основном ваг группа. И, как вы можете видеть, Volkswagen на самый-самый большой стенд. Он проходит, в принципе, от самого входа в павильон. И так идет до самого конца. Там небольшой квадратик у Шкоды. У Ауди, в принципе, тоже немаленький. Ну, у Ауди там никаких новых моделей. И Jeep, там, видите, Jeep Toyota, там, видите, мы делили такие квадратики. Кстати, вот этот бренд Jetta, это тоже Volkswagen. Входит в его семейство. А Jetta это очень бюджетный Volkswagen для китайского рынка. То есть это будет бренд автомобилей, которые построены на упрощенных версиях тележек-вагов. И должны стоить очень дешево на местном рынке. Вот, насчет экспорта, не знаю. Ну, а вот та самая Jetta. Я так понимаю, она совместно вот тут, фав, Volkswagen собирают при их мощностях. Это Jetta V3. Она, в принципе, и выглядит, как обычная Jetta. Только слегка изменили. Тележка у нее тоже какая-то простая. Машина должна стоить в Китае тут очень бюджетных денег. А, ну там совсем. Да. Кстати, рулевое колесо это тупо Volkswagen. Центральная зона тоже Volkswagen. Да, ну не сказать, что прям вообще тут какой-то дешман. Ну, видно, что материалы использовались... Пытались максимально удешевить машину. И тут даже не то, что она жесткая такая... Ну, сами слышите, как карабанит. Само исполнение такой цвет. Он очень как-то бросается в глаза. Ну, рулевое колесо удобно. Это Greenback. Тут у них еще есть кроссоверы. Тоже, видите, профиль Volkswagen. Центрка изменили. Фронтальную часть и корму. Ну, это сейчас первый день. У нас, в принципе, еще будет время сюда вернуться. Потом поснимаем для вас больше. Может, поизучая информацию с этой машиной, я смогу больше о ней рассказать. Если, конечно, вам будет интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Павел только что представил свой концерт. Сейчас прошла презентация трех автомобилей. Кроссовы и Рохалов. Это так будут выглядеть будущие модели. Это как бы их новое направление. Электрическая Eora R1. Ребята, стенд китайского тюнинга. А-ля вот эти российские конторы, которые растягивают машины. Хотя, в принципе, они европейские есть, если быть честными. Это, по идее, это был Ford Starcoach. Ну да. Такой ПК, блядь, где тапочки, чтобы заходить. Можно его открыть будет? Это тапочки, наверное, для тех, кто хочет посетить салон. Салон. Энти, трость. Опа! А, нет, это для обуви вещи. Да, азиаты любят такую тему. Такой тюнинг. Мы видели возле отеля Rolls-Royce. Возможно, в этом видите фотки в группе Infocar или в Инстаграме. Это Chevy. Ну, это, вроде, обычный вариант. Ну да, обычный просто. Даже Tahoe. Тут, как бы, не совсем интересно. GLS закрыт. Взяли просто, разрезали, впихнули одну фигню. Сделали его длинней. Сюда запихали сидушки от Maybach 222. А GLS? Не, новая GLS. Кстати, гляньте, ручка. Ручка уже... Что-то с ней не то. Салон стандартный. GMC тоже стандартный. Тут такой запах ванизм просто жесткий. Я тут даже, честно, не могу долго быть. Сота, по идее, оставил воду. Но вряд ли она тут запланирована была. Вот надпись Range Rover тут как-то смотрится лишней. Колхозно. О, это V-класс. Тут, как бы, просто раздельные кресла. Ну, такой тоже. Просто обшивка, не особо чего-то прикольного нет. А вот, зацените Escalade. Может, люди сюда... У меня, кстати, блин, садится камера. Я сегодня из-за того, что проспал, ну, прихватил с собой пауэрбанк, но забыл этот шнурок. У ребят ни у кого нет с собой. Ну, это, гляньте, кстати, парень рисует аэрографию. Помните старую, добрую? В принципе, все понятно. Смотрите, мы забрали павильон колхозного тюнинга. Там одни мы автомобили тут, Менсори. Кстати, кто как относится к такому тюнингу? Лично для меня подобные там Менсори, Гамбелла и прочее. Это лютейший колхоз. Впрочем, на вкус и цвет каждому свое, но пишите в комментариях, как вы относитесь к подобным конторам. Ролосовойс, как всегда, закрыт. Сюда пускают только из броми. В этом случае, друзья. В принципе, там ничего интересного особо и нет. Пойдемте дальше. Вот, вот Брамбус, кстати, наверное, единственное такое ателье, которое может зайти. Хотя, впрочем, тут они не особо так извращаются над дизайном. Новый гелик. Ну, Брамбус, блин, тоже закрыт, и крем туда попадешь. Причем, видите, у них на стенде вообще никого нет. А вот это, кстати, очень крутое исполнение. Такой вездеход. 8 550 лошадиных сил. Ну, это получается на базе 550, точнее сказать, 500-го, в штатах 550-й гелика в квадрате. Блин, такой здоровый, капец. Ну, это старый гелик. Там тоже дальше старый, там вообще стоит еще GL. Тут, блин, тоже закрыто. Что за херня? Ну, Урус, который уже у нас ездит в Киеву. Ураканы. Новые Evo. В общем, такие стенды, да, классные тачки, но особо неинтересные. Потому что они закрыты, пускают туда далеко не всех. Ну, с одной стороны, понятно, машины дорогие, чтобы каждый там не смыкал, ничего не отламывал, не царапал. Ну, блин. Континенталь, вот этот новый, мне очень нравится. Очень красивая машина, кабриолет вообще огонь. И Бен Тайха. Кто-то пишет в комментариях всегда, что Бен Тайха это страшило, там лягушка и все остальное. Посмотрите на Rolls-Royce, посмотрите на BMW, на этих свинок. Бентли в этом сегменте один из самых красивых автомобилей. Интересный экспонат. Практически больше, чем Монсан. Я еще не обошел все стенды, все полигоны, точнее. Ну, естественно, стенды в них. Но что сказать о шахайском салоне? Он вообще ничем не отличается от того же Женевского, Борисского. Я не знаю, там в Германии я не был. Но, да, где чуть-чуть не меньше площади, там чуть-чуть другие марки. Нет китайцев, я имею в этом смысле. Точнее сказать, они уже там даже появляются, но не в таких количествах, как здесь. И это естественно. Но никаких отличий, все как и везде. Даже тут, видите, и Бентли, и Ламба, и Роллс, они закрыты. Хотя вот в той же Женеве можно было походить и по Бентли, и между ламбами. Машины некоторые закрыты, но к ним пускали. Нужно было поснимать поближе. Здесь же все по-другому. А так все, блин, то же самое. Есть хуже отношения к журналистам здесь, где местных. Потому что привилегии отдают своим. Чтобы узнать какие-то материалы, получить какие-то материалы, а в автомобиле даже технические. И фиг у тебя получится, короче. Хотя местным все без проблем. Выдают там толпы. Толпом выдают там кучу макулатуры. В плане там разных прайсов, пресс-визов и прочего. Кучу мерчаем раздают. Видят только европейцы, сразу типа no-no, good bye. Кстати, Левант в интересном цвете. Такой желтый. На Зарате, кстати, открытая, но там ничего такого нового нет. Леванта, вы уже видели даже Теско на Зарате? Тоже квадропорта и гибли. И квадропорта, что почем? Леванта, что почем? Оказывает что-то нового, там ничего. Стэн Дукати. Для тех, кто интересуется мотоциклами. Я, к сожалению, у них не разбираюсь. Но я знаю, что Дукати это как Феррари у автомобилей, так среди мотоциклов Дукати. Но не знаю, что они одни из самых дорогих и как бы самые крутые. Это все мои познания о мотоциклах. И они, конечно же, красивые, реально красивые байки. По идее, это тот самый топовый. Завтра я еще поснимаю для вас, возможно, байки. И поснимаю хаулы, которые приедут к нам в Украину. Поскольку, находясь в Шанхае, глупо снимать европейские автомобили, которые вы уже за них знаете и так и чересчур много. Буду стараться снимать больше китайцев.